Добрый день, это Яков Файн. Сегодня 29 июня 2020 года. Приветствую вас из солнечной Флориды. Сейчас у нас утро, 10 утра, и температура уже 30 градусов Цельсия, 32 может быть даже. Но море тёплое, водичка тёплая. Что такое тёплое? Тёплое – это когда заходишь, ну, мужчины, по крайней мере, когда заходят, когда я захожу в воду, скажем так, иду спокойно, не без напряжения, и колокольчики мои не звенят. Вот такая у нас вода сейчас. Теперь дальше. Хочу опять вам показать, эту девчушку, всякие предложения по поводу того, что это значит, и как её рассматривать, и как улучшить, продолжают ко мне поступать. И кто-то сказал, что вообще я её неправильно держу, неправильно показываю, что это, может быть, она сидела где-то, эта скульптура. Ну, давайте посмотрим. Допустим, если она сидела, так она выглядела бы вот так. Когда я попробовал вот так сделать, что вам приходит на ум? Когда вы видите вот такую женщину, в такой позе сидящую. Мне сразу пришла на ум пятая симфония Бетховена. Это пианистка, она сидит и в экстазе сандалит по клавишам. Ну, не похоже, не думаю, что это её правильная поза. Ну, по крайней мере, стульчика я никогда не видел в неё. Кто-то написал, что вообще, может быть, её положение лёжа на спине правильно. Давайте посмотрим лёжа на спине. Это, я не знаю, может быть, народы уже похожи каким-то образом, или визит к гинекологу, не знаю. Тоже считаю, что неправильно. Но хочу сказать вам, молодцы, спасибо за ваши предложения. В общем, у вас wild imagination работает, и это неплохо. Продолжайте писать свои предложения и варианты. Теперь к таким более-менее с текущим событиям переходим. Вы же знаете, у нас вот сумасшествие со сносом памятников, с политически корректными лозунгами, названиями и так далее. Но, оказывается, не только мы такие идиоты. Весь мир сошёл с ума, весь мир. Ну, в частности, Франция. В частности, Франция. Вот есть фирма L'Oreal. Наверняка многие из вас знают, а может быть, даже её пользовались, её косметическими продуктами. И вот что они оттопырили. Они сказали, что L'Oreal будет удалять слово widening со своих продуктов. Widening – это отбеливатель. У них существуют всяческие кремы и другие штуки, может быть, лосьоны, не знаю, как правильно сказать. Косметика, короче, которая делает кожу более светлой, выглядит более светлой. И она очень пользуется большим успехом у чёрных, в Индии, например, на Карибских островах, в Африке, естественно, в Америке тоже. И вот они говорят, что да, они приняли такое решение – убрать widening, убрать lightening – это осветляющее из их продуктов, потому что, ну, из-за того, что было много протестов по поводу расового неравенства, расового неравенства. И, конечно же, эти слова очень сильно помогут в борьбе с этим. И вот они пишут, что они решили убрать слова white-whitening, fair-fairness. Fair-fairness – это вообще порядочность такая, честность, может быть. Не знаю, как это влияет на расы, не знаю. Light-lightning – это осветление. Вот так они решили это всё убрать. Они говорят, что они хотят, чтобы убрать стереотип. Они хотят показать, что диверсификация, diversity, существует во всех красотах, как они сказали, in all beauties. То есть, если ты хочешь использовать whitening cream, это не значит, что он лучше, и что ты будешь выглядеть лучше. А ты на самом деле будешь выглядеть лучше, если ты чёрный, как уголь, антрацит. Вот это то, что они хотят сказать. Вот у них есть продукт, который называется fair-and-lovely крем. Fair-and-lovely. Как можно придраться к этим словам? Как? Порядочный и любимый. Fair-and-lovely. Очень популярный крем был в Азии для осветления кожи. И конкретно они говорят, что этот продукт конкретно им сделал 500 миллионов revenue, дохода. В Индии только, в прошлом году. Но они говорят, что надо этот бренд изменить, потому как нехорошо. Нехорошо. Чего-то вдруг fair-and-lovely означает, что обязательно быть осветлённым. Понимаете? Я не знаю даже, что комментировать. Я даже не знаю. Хотите, разойдитесь мыслью по комментариям. Ну, я не знаю. Я просто не знаю. У меня волосы тыбом поднимаются, когда я это читаю. Давайте, конечно, они более нейтральные. Вот. Вот. Это я вчера на Фейсбуке поместил ссылочку на эту статейку. На этой девочке. Ну, она уже не девочка. Ей 67-то лет. Я написал такую статью с таким заголовком. Нью-Йорк Сири был бы лучшим местом для жизни, если бы она оставалась лесбиянкой. И кто же эта лесбиянка у нас? Вы знаете моё больное место. Нет, это не ЛГБТ-сообщество. Как раз к ним-то я отношусь очень даже толерантно и спокойно. Но это жена неудачного мэра Деблази, Ширлейн Макрэй. Ну и что же мы хотим сказать о ней? Вот мы читаем статью о ней. В 1977 году она себя идентифицировала как лесбиянка. То есть она была лесбиянкой. В 1977 году. И она там где-то выступала перед молодёжью. И поэтому она сказала, что ей достаточно просто понимать проблемы сообщества ЛГБТ. Потому что она сама была лесбиянкой, прежде чем выслать замуж за этого прекрасного хасбента Деблазио. Деблазио. Билла Деблазио. Она говорит, когда я приехала в Нью-Йорк Сири, давным-давно, в 1977 году, я себя идентифицировала как лесбиянка. Поэтому я интимно знаю все проблемы, которые у молодёжи, у которых есть молодёжь. Это она по телевизору выступала. Она говорит, я не была отвергнута моей семьёй, как многие из тех молодых людей, как многие из молодых людей сегодня. Но это было действительно сложно, пишет она или говорит она. МакКрей, она участвовала в какой-то программе для детей, которые убежали из дома, или которые хомлесс, как это, бомжи. Ну, видно из-за того, что они были нетрадиционной ориентацией, а в семье жить они не могли. Так вот, что хочу сказать. Понимаете, есть ситуации, вот это одна из редких ситуаций, когда, может быть, не редких, я не знаю, когда лучше было бы, чтобы эта женщина осталась лесбиянкой. Во-первых, эти разговоры о том, что сегодня я лесбиянка, а завтра я не лесбиянка, я не в очень это уверю. Какая-то была лесбиянка, если, когда пришёл парнишка Билл Деблазио, он, кстати, фамилию тоже поменял, он не Деблазио, на самом деле. И ты вдруг понял, нет, знаешь что, пора заканчивать с лесбиянством, и им пора уже выйти за этого парнишку, можно отхватить классного парня. И вот она отхватила классного парня, из-за этого страдает город, она участвует, она ему мозги промывает, она из него душу вынимает. Я уже не говорю о том, что исчезают куда-то деньги городские. Ей уже давали миллиард на какие-то программы, где она должна была создавать больше мест для mental health, для того, чтобы были всякие социальные работники, у людей проблемы, чтобы с ними общались и так далее. На эту программу дали миллиард, а из них половину, она не знает, куда они делись, отчётности нет, но что-то странно, куда-то делись там 500 миллионов долларов. Не говоря уже о том, что сейчас происходит, вот она сама, вернее, Деблаза сам признался, что это она, которая уговорила его и предложила ему, чтобы убрать миллиард долларов из фондов на полицию. Так вот, город был бы точно лучшим, если бы Деблаза решил на каком-то другом жениться. Ну, а может быть, он, с другой стороны, мэром не стал бы. Ну, в общем, я бы хотел, чтобы она опять стала лесбиянкой, если честно. Уже хватит доить этого Деблаза, ты уже получила то, что хотела, пора бы обратно, пора бы обратно. Вот так, следующая тема, следующая тема, музей, видите, музей натуральной истории, я уже вам говорил об этом памятнике, об этом памятнике Теодору Рузвельту, у которого стоят, он на коне, а рядом стоит один индеец и один чёрный. И вот народ собрался, чтобы защитить, чтобы защитить памятник. И они кричали, спаси Тедди, спаси Тедди, спаси нашу историю. Они хотят остановить это варварство. И в связи с этим вспоминается другой человек, мне, по крайней мере, вспоминается Голдемейер. Голдемейер когда-то была четвёртым по счёту премьер-министром Израиля. Голдемейер сказал такую фразу. «One cannot and must not try to erase the past merely because it doesn't fit the present». Она сказала, что никто не должен стирать прошлое только потому, что оно не подходит к настоящему. Так сказала Голдемейер. Умнейшая женщина была, она делала много высказываний, которые потом стали важными цитатами. Она киевлянка, её родители в начале XIX века эмигрировали. Если честно, я не знаю, она уже тогда была рождена или нет. Ну, короче, они умерли сначала в Штаты. Где-то в 20-х годах прошлого века они переехали в Израиль, в кибуцы и так далее. Но где-то уже там, не помню когда, в 60-х каком-то она стала премьер-министром. В частности, она была премьер-министром, если вы помните. Была эта трагедия во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда 11 человек из израильской команды спортсменов были убиты палестинскими террористами. Там какая-то была организация террористическая «Чёрный сентябрь». Был сделан такой не совсем удачный, неудачный, скажем так, неудачная попытка освободить заложников израильских, и там они погибли. Часть бандитов сразу же уничтожили, а часть нет. И тогда Голдемейер сказала найти всех, всех и каждого, где бы в мире он ни находился, этого палестинского террориста из этой группы, и уничтожить. Так сказала Голдемейер, и это было сделано. В частности, существует фильм на эту тему. Стивен Спилберг снял фильм, ну не один, естественно, но он снял фильм «Мюнхен» называется. Так что, если хотите, посмотрите на этот фильм тоже. Ну вот, видите, у нас защищает памятник, потому что это всё-таки история. Ну и последнее на сегодня, чтобы завершить наш прекрасный выпуск, я хочу вам показать вот что. Вот на Инстаграме картинка. Кто-то, кого я фоллоу, за которым я следую, или-то за которой, поместил я набор красивых фоточек. Фоточек. Это из Италии. Вот видите, какие красивые фоточки здесь есть. Какая-то деревушка, всё в цветах, всё средние века, всё, как говорится, «хонки-дори» по-английски. Прекрасно, очень красиво. Да? Все кричат «бьюрифул», «ах, какая красота», «какое чудо великое». И я, конечно, бывал в таких местах, и наверняка многие из вас бывали в таких местах, когда вы выезжали в Европу, такие вот деревушки. Такие вот деревушки старые, как говорится, «one horse town», город одной лошади, когда там ничего не происходит, людей почти нет, туристы ходят, гуляют и так далее. И в последние годы, когда я оказывался в таких местах, я себя ловил на мысли, что я бы не смог жить в таком месте. Посмотрите, ну, красивейшее место. Ну, один день. Ну, ладно, переночевал, ещё второй день прогулялся здесь, прошёл, проэнджоил красоту. Но каждый день – одна, две, три, пять улиц, и это всё. И это всё. Я не знаю, если честно, как люди живут в такой ситуации, как люди живут в таких маленьких городах. Наверняка среди моих слушателей есть люди, которые живут вообще в сёлах, в деревнях. Это хоть красиво, это хоть красиво выглядит. А есть люди, которые живут в деревне, где довольно-таки тоскливо, где нет дорог, где грязно, где не обустроено, где кроме сельпо и клуба ничего нет. Есть ли ещё такие сёла? Одна радость может быть в таком селе, конечно же, это природа. Красивая речка, озеро, трава, рощи, рыбалки. Вот это, я понимаю, людей держит как-то так. Но есть ли вот такая скучная деревенька, как эта, хоть и красивая, что в ней держит людей? Просто привычка? Просто потому, что где родился, там и пригодился? Почему люди оттуда не уезжают? Мне непонятно. Мне интересно было бы послушать вас, если у кого есть что рассказать. Человек, который живёт вот в такой крохотной деревушке, где ничего не происходит. Ну, конечно, интернет, наверное, есть, телевизор есть и всякое такое. Но как вы живёте? Не надоедает ли вам? Особенно сегодня, в 21 веке, всё очень быстро, всё намного быстрее. Люди хотят новых впечатлений, люди голодные до информации, до впечатлений. А здесь одно и то же, одна и та же картинка. Как вы с этим справляетесь? Как вы живёте? Не впадаете ли вы в депрессию от этих прекрасных цветочков? Будьте здоровы, благополучны. Улыбайтесь. Всё будет ещё лучше. Пока.